всем привет вы на канале сутажный сундучок меня зовут оксана сегодня мы будем делать вот такую сережку на первый взгляд ничего здесь такого особо сложного нету чем интересна эта сережка тем что я буду использовать сутаж который на своем канале в работе еще не показывала это греческий сутаж фирмы протас серый ширина у него 4 миллиметра он очень плотный хорошо держит форму и в работе с ним есть свои особенности на моем канале есть обзорный ролик на сутаж где я рассказываю про плюсы и минусы всех видов сутажа с которыми мне довелось поработать в том числе и греческого сегодня я вам расскажу тех нюансах в работе с которыми я столкнулась пришить я вот это сереж кроме греческого сутажа я буду использовать вот такой металлизированный серебристый сутаж у него достаточно тоненький бок но ширина при этом 3 миллиметра основа этой сережки служит круглый страз револи и я уже в принципе сделала вот эту первую работу потому что в ней нет ничего сложного и на канале я уже показывал как я вклеиваю страз я приклеила страз бороздки серебристого сутажа дала ему подсохнуть и пришила к нему еще три слоя сутажа два слоя греческого и между ними пропустила слой белого сутажа дополнительно укрепила свой страз клеем видео как я это делаю более подробно можно перейти по подсказке и посмотреть на следующем этапе мне нужно будет пришить стразовую цепочку я буду использовать вот такую серебристую стразовую цепь и буду пришивать к первому слою также как и здесь к греческому сутажу дальше буду использовать серебристый и еще один слой серого для начала я должна отмерить необходимое количество своего серого сутажа и вот первая особенность греческого возьмите с большим запасом при работе кончики греческого сутажа распушаются довольно сильно они не оплавляются и их нужно подклеивать но клеить сейчас ждать потом достаточно сложно поэтому я просто использую очень острые ножницы подрезаю этот сутаж первое время он держится и даю запас где-то сантиметр и уже когда я закончу элемент я его здесь подрежу и закреплю вот этот сутаж клеем а пока мне приходится отрезать побольше как я пришиваю стразовую цепочку я тоже достаточно подробно показывал в ролике про заколку ссылочка есть в описании и в подсказке посмотрите у меня получилось вот такая петелька я ее сейчас затяну и у меня цепочка держится дальше просто дело техники прокалываю сутаж напротив следующего звена цепочки посмотрите она же вся делится немножечко под цепочкой прохожу поворачиваю работу и возвращаюсь обратно уже поверх цепочки вот так это выглядит с изнанки а вот таким вот образом это будет выглядеть снаружи сейчас мне нужно до конца пришить мою цепочку и вот здесь между собой скрепить шнурок вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И возвращаюсь обратно уже поверх цепочки Добавил субтитры DimaTorzok Буквально последние пару стежков Вот сразу цепочка пришита И посмотрите о чем я говорила Видите во время работы я постоянно задевала вот этот вот край сутажного шнурка И посмотрите как его распушило Клеить сейчас и резать на данном этапе я не буду Потому что мне нужно пришить для соблюдения рисунка еще два слоя Здесь я также не стараюсь прям соблюдать очень-очень аккуратных маленьких стежочков Потому что у меня этот ряд не последний Делается это довольно быстро, но аккуратность все равно, конечно же, нужна Когда я полностью пришила свой следующий ряд Мне нужно сделать так, чтобы круг стал больше И сейчас я просто вот этот сутаж таким вот образом Сошью между собой Чтобы потом закрыть вот этим декоративным элементом сверху Прошиваю сразу все три шнурка вместе И стараюсь немножечко его захватить вот с предыдущим элементом Из-за того, что он у меня проклеен Иголка не очень охотно проходит Поэтому я помогаю себе иногда инструментом И то же самое сделаю с другой стороны Между собой тоже обязательно эти шнурочки сшиваю Чтобы получилось примерно вот то же самое, как и в предыдущем ряду Затягиваю нить Так, подрезаю ее и подплавляю Сутаж не плавится Поэтому я беру самые острые ножницы, которые у меня есть И отрезаю, оставляю где-то, ну вот столько Я буду использовать свой восьмитысячник То есть просто вот наношу вот этот клей и промазываю Наверное, это можно сделать Ну, моментом кристалл, конечно Суперклеем делать это не советую Даже гелем, потому что потом, ну, это превратится вообще в камешек При необходимости вы это даже проколоть не сможете А моменты и вот семитысячники, в принципе, иголкой с трудом, но прокалывают Таким вот образом я закрепляю все торчащие ниточки шелка, вискоза Вот то, из чего сделан этот греческий сутаж Теперь мне нужно, чтобы вот это просохло И тем временем сделаю верхний элемент И в этой работе именно верхний элемент оказался для меня самым сложным, хочу отметить Почему? Потому что работа достаточно ювелирная У меня вот есть такой маленький овал Он у меня в касте То есть я не буду его приклеивать, а буду пришивать Отрезаю сутаж такой длины, чтобы впоследствии я могла создать вот эти два завитка Пока один шнурок Естественно, оставляю запас Распрямляю вот таким образом пальцами в середину, вкладываю свой страз Если бы страз был больше, я бы вот здесь его приклеила Вот с этой стороны, по верху Но этот страз довольно-таки маленький И поэтому он гулять не будет Приклеивать я такой необходимости не вижу Просто нужно пришить Теперь мне нужно пришить сюда еще два шнурка Серый и серебристый Пришиваю с одной стороны Сразу огибаю весь свой маленький страз Вот таким вот образом И начинаю пришивать к предыдущему ряду Как раз здесь, на этом элементе я и столкнулась Вот со сложностью работы Именно с греческим сутажем Миниатюрные элементы этим сутажем делать реально очень тяжело Белорусский сутаж каким бы жестким не был Он вот такие вещи позволяет делать прям вот на раз-два С греческим сутажем приходится, конечно, повозиться Но результат того стоит Получается довольно-таки красиво Он атласный, широкий И смотрится изделие, конечно, дорого Но белорусский смотрится ничуть не хуже Когда по окружности весь сутаж пришит Заметьте, я вот здесь вот его тоже между собой пока не сшивала Самый первый шнурок И вот теперь, после бисерины, я просто сшиваю все три шнурка между собой Смотрите, что у меня получилось Теперь мне нужно вшить две вот такие белые фактурные бусинки Пришиваю бусину Посмотрите, с одной стороны Вот таким вот образом И вот эти три шнурка Пока просто загибаю Для того, чтобы создать завиток Посмотрите Вот у меня завиток практически создан Я возвращаюсь обратно Прохожу все шнурки на другую сторону Для того, чтобы с другой стороны пришить эту бусинку Такой прием позволяет мне, во-первых, пришивать их на одном уровне Во-вторых, формировать завитки одинакового размера И теперь самое сложное Посмотрите, мне нужно отрезать очень короткие хвостики Вот этот коротенький хвостик я пришиваю сразу Потому что если я сначала его отрежу И потом начну пришивать У меня сутаж будет расходиться Пришиваю его К изнанке К внешнему краю закрепляю И вот на этом этапе Я сначала закреплю нить Потом ножницами отрежу Вот эти свои кончики И постараюсь вот этот кусочек сейчас не трогать Точно таким же образом Вот посмотрите, у меня завиток сформирован Точно так же мне нужно теперь пришить второй После того, как я создала оба этих завитка Подрезала кончики Опять приходит очередь клея Их нужно зафиксировать И откладываю этот элемент сушиться Тем временем мне нужно закончить мой круг Для того, чтобы закончить круг Я просто сделаю бисерную дорожку бисером тоха 10 размера Здесь вообще нет ничего сложного Я просто отрезаю нужную мне длину Здесь у меня два шнурка серо-серебристой Как я делаю бисерную дорожку Вы можете посмотреть в роликах Сутаж для новичков И в самых разных других моих мастер-классах Как обычно я покажу вам начало Сначала у меня идет серебристый Серый сутаж Серебристый сутаж Выполняет роль последнего шнурка этого элемента Поэтому я стараюсь здесь сделать Самый маленький шаг шва Ну, ввиду того, что я пришиваю здесь бисер В принципе, шов сам по себе Получается довольно-таки миниатюрный и аккуратный Нанизываю бисерину Прокалываю сутаж И затягиваю Вот таким образом мне нужно полностью обойти Мой элемент по кругу Сейчас я это сделаю И буду собирать сережку Ну, вот я почти полностью закончила Пришивать последний ряд шнурков Посмотрите, одна бусинка мне осталась буквально Нижний элемент у меня полностью готов Мне осталось точно так же, как я сделала в предыдущем ряду И я буду скрепить между собой шнурочки Пришиваю к предыдущему ряду Друг к другу И после этого отрезаю лишнее И опять проклеиваю Пока эта деталь будет сохнуть У меня подсохла верхняя И мне нужно ее задекорировать Моими бусинками Здесь мне нужно пришить 8 бусинок Нахожу примерно середину И отступаю от нее буквально чуть-чуть Пришиваю первую Здесь нет ничего сложного Нанизываю бусинку, бисерину И возвращаюсь обратно Через бусину Пришиваю рядом вторую А теперь мне нужно просто пришить По три бусинки с каждой стороны Теперь, когда элемент полностью задекорирован Мне нужно его пришить К нижнему Естественно, нужно сопоставить Чтобы высота сережек получилась одинаковая Все мои непривлекательные кончики Закрылись этим декоративным элементом Нитку я не обрезала Пришиваю я просто насквозь По всей окровенности Вот этого моего элемента Стараюсь, посмотрите Вот я выхожу между сутажных шнурочков А стараюсь зайти уже так Чтобы прошить сами шнурки И пришить их уже В нижней части элемента Особенно тщательно делаю это В верхней части Мне осталось только закрепить нитку Ну, посмотрите Работа с сутажем закончена Что я могу сказать в итоге После того, как сережка шита По греческому сутажу Он очень красиво смотрится в работе Выглядит достаточно дорого Атласный переливается Мелкие детали с ним шить очень тяжело У греческого сутажа в работе Может быть следующая неприятность Посмотрите, что у меня произошло У меня здесь получилась такая затяжка На темном цвете Это очень сильно видно Сейчас я, конечно, это просто исправлю Я поставлю сюда бусинку И дополнительно аккуратно задекорирую Просто вторую сережку для одинаковости Ну и самая главная и большая сложность Именно в работе с этим сутажем В том, что он очень сильно распушается на кончиках И запас приходится оставлять довольно-таки большой То есть немножко это увеличивает расход Например, вот на эти сережки У меня ушло порядка двух метров Греческого сутажа Это немало Потому что обычно на похожую работу Предположим, белорусского Уходит значительно меньше Ну, это вот особенность И плата за красоту Давайте я сразу покажу Как я буду исправлять Вот эту вот свою ошибку Буду использовать вот эти же серебристые четверки Они круглые, со всех сторон одинаковые То есть точно таким же образом Просто пришиваю сюда бусинку Бисерину Вот таким вот образом я прячу Свою затяжку Посмотрите Очень удачно, что у меня была такая возможность Что это было такое место Которое можно как-то обыграть и спрятать Ну, собственно, именно поэтому я и не стала переделывать Но если бы это место было где-то вот здесь Пришлось бы полностью распускать вот этот ряд И переделывать часть работы Давайте я вам покажу Как на готовой работе можно добавить какой-то элемент Не испортив изнанку Посмотрите Мне нужно здесь пройти Желательно не прокалывая мою изнанку Сюда я пришиваю И посмотрите, под каким углом я вставляю иголку Так, чтобы у меня вышло Давайте поближе покажу Вот Иголочку я вывожу Как можно ближе к краю Узелок у меня прячется внутри Точно таким же образом я с края захожу И возвращаюсь в то место, где мне нужно пришить мой недостающий элемент По рисунку теперь Здесь все просто Бисерина Бусина И Повтор элемента Точно так же я это делаю Но стараюсь выйти уже на другую сторону По сутажу прохожу И аккуратненько, видите, вот Выхожу здесь на границе Изнанки Затягиваю И в принципе на этом этапе я отрезаю буквально вот Миллиметра 3-4 И подплавляю его Здесь Посмотрите У меня практически не видно Здесь вообще нет никаких узелочков Здесь их тоже не видно И они будут прятаться возле швензы Во время носки будет незаметно Вот таким вот образом я сделала сережки одинаковыми Для того, чтобы ее полностью завершить Что мне осталось? Мне осталось пришить изнанку И вшить швензу Как я это делаю? Я показывать вам не буду Потому что здесь нет ничего особенного Я обязательно оставлю ссылочки в описании На те ролики, где я пришиваю швензу Пришиваю изнанку И вы можете это посмотреть там Здесь ничего нет сложного Но я ее просто аккуратненько Обычным швом пришиваю по кругу Посмотрите Ну а на этом на сегодня все Большое спасибо всем, кто меня смотрит Кто задает мне какие-то вопросы Комментирует мои ролики Приходите в мою группу ВКонтакте Подписывайтесь на меня в Инстаграм Там я показываю украшения мастер-класса На которые не снимаю И делюсь какими-то небольшими своими секретиками Всем огромного вдохновения И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok